На этой кухне готовили по особым рецептам. Повсюду таблетки, мерные ложки, шприцы и колбы. В роли поваров двое приятелей, которые, по предположениям оперативников, делали здесь синтетические наркотики. Для чего вам предназначались эти колбы? Вы употребляете наркотики? Это не мои колбы. А кто? Кто-то их принёс? Ну, вопрос, зачем? Я просто сказал, что это не мои. 30-летний хозяин квартиры прячет лицо и всячески пытается уйти от ответственности. Говорит, что наркотики не употребляет и официально работает в такси. Его знакомый, который также был задержан, ранее судим за угон автомобиля, но, несмотря на это, сейчас тоже трудится извозчиком. То, что там на зеркале, это что? Это эксплуатизм, могу вам сказать. Ну, вы не знаете? Могу предполагать, только точно не могу сказать. Какие предположения? Ну, что-то, по-моему, амфетамин. Амфетамин? Да. Хорошего воспознания в таких делах. Позже экспертиза подтвердила, вещество, которое производилось на кухне, действительно амфетамин. В ходе осмотра помещений полицейские нашли в квартире электронные весы, порошкообразные вещества, различные жидкости, предназначенные для производства амфетамина, а также готовое сырьё. За изготовление запрещенных веществ двоих мужчин заключили под стражу. В отношении приятелей таксистов возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков. Сейчас задержанные ожидают решения суда, и теперь, скорее всего, сядут за руль нескоро. Товарищам грозит реальный срок вплоть до 10 лет заключения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok